Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Денис Драгунский Богач и его актер Читает Владимир Левашов Глава первая Полдень Ханс и дядя полковник Ханс Якобсен в 14 лет захотел стать офицером Эта удивительная мысль пришла ему в голову, когда они с отцом были на параде Когда в день рождения Его Величества по площади перед Королевским дворцом Красиво вышагивали солдаты в изящных декоративных мундирах Потому что страна не воевала уже более ста лет Армия была маленькая, но, как писали в газетах, очень боеспособная Эта маленькая армия, как хвастались в газетах Могла вклиниться в расположение противника чуть ли не на 300 миль Чуть ли не за неделю дойти до любой столицы, захватить ее А там остановиться, ожидая союзников Хотя, замечу в скобках, союзников у страны тоже не было Поскольку она уже лет 50 соблюдала официальный нейтралитет Тем не менее, газетные обозреватели прекрасно понимали, что Пятидесятитысячная армия, даже прекрасно вооруженная и отлично тренированная Все равно не сможет справиться с серьезной континентальной державой Поэтому они допускали некоторую логически объяснимую путаницу Упоминая несуществующих союзников Так или иначе, армия в этой миролюбивой стране была в большом почете Перед офицерами широко раскрывались двери светских салонов, рафинированных клубов И просто обывательских квартир Люди любили это солидно упомянуть Наш Эрик стал капитаном У нашей невестки дядя подполковник И все такое прочее Кроме того, офицер, получив майорское звание Автоматически становился почти аристократом В старые времена за это звание полагалось потомственное дворянство Правило ушло, но след в умах остался А полковник Ипсофакто был членом самого высшего общества Тем более, что генералов в стране было всего четверо Вот поэтому Ханс Якобсен захотел стать офицером Я сказал, что это желание было удивительно Хотя на самом-то деле большинство мальчиков из простых семей Именно в военной карьере видели свой путь к славе, почету и деньгам Кадетский корпус, училище святого Георгия, академия генштаба Три заветные ступени, о которых мечтал, наверное, каждый третий гимназист Не говоря уже об учениках ремесленных школ Однако такое желание, возникшее в чудесной светло-русой головке Ханса Якобсена, очень удивило его семью Потому что Якобсеной была знаменитая, если не на всю страну То на ее южную часть и уж точно на столицу торговая фамилия Кажется, еще в середине 17 века первый Якобсен купил в порту пустое здание И устроил там склад для всякого товара, который привозили купцы из разных стран То есть он, говоря по нынешнему, предоставлял услуги скорее логистические В 18 веке появилась специальность торговля текстилем и одеждой В 19 веке металлом Сначала руда и железо, потом отменная сталь, которую Якобсены продавали оружейникам и часовщикам И, наконец, Эрик Якобсен приобрел небольшую мастерскую Заняв свое место среди производителей слесарного инструмента Позже с этой мастерской пришлось расстаться Хотя она не сегодня-завтра должна была превратиться в настоящий завод Но спорить с Эриксонами и Валенштейнами не приходилось Вернулись к торговле текстилем Владели еще небольшой кожевенной фабрикой Которой суждено было сыграть существенную роль в судьбе Ханса Якобсена А сейчас он вдруг захотел стать офицером Чем очень расстроил своего отца и матушку Потому что был единственным наследником Сестра не в счет Отец уже начинал его готовить в торгово-промышленной карьере Обучать азам коммерции, посвящать в тайны прибыли и убытков Но мальчик упорно отказывался, говоря, что мечтает пойти в армию Умный отец понял, что уговоры тут бессмысленны Подростку нужно дать возможность перебеситься Хотя, с другой стороны, всегда есть опасность, что беситься он будет Слишком долго и упустит те золотые годы, когда в голову закладываются основы торгового и промышленного искусства Поэтому одним прекрасным летом, когда семья отдыхала в своем поместье на озере Отец за завтраком как бы между делом сказал, что завтра приедет погостить дядя Эдгар «Полковник Якобсен, разве ты не помнишь?» Мальчик не помнил «Ну как же!» — воскликнул отец «Полковник Якобсен! Гордость всей нашей семьи!» И засмеялся Мальчик пожал плечами Он первый раз слышал это имя Отец, взяв из комода лист бумаги и карандаш Быстро нарисовал генеалогическое древо, из которого неопровержимо следовало, что полковник Эдгар Якобсен Был племянником двоюродного брата мужа-сестры прабабушкиного племянника Мальчик еще раз пожал плечами Но решил не удивляться, потому что в столичной адресной книге Фамилия Якобсен занимала восемь страниц Уступая только Хансенам и Янсенам Дядя полковник приехал на завтра И ему отвели комнату во втором этаже Он спустился к обеду Это был коренастый, подтянутый мужчина Почти уже старик Так показалось мальчику Хотя на самом деле полковнику было немногим за сорок Жилистый, серебряно-седой В красивом сером военном мундире В мундире, так сказать, на каждый день Офицеры в этой стране, как, впрочем, и в большинстве монархических стран Не имели права ходить в штатском Однако еще дедушка нынешнего короля Сделал для них послабление Помимо парадного и полевого мундира Был введен мундир, так называемый, бытовой Который на самом деле ничем особенно не отличался От обыкновенного костюма Кроме того, что пиджак был слегка приталенный А на лацканых и рукавах Виднелись тоненькие серебряные или золотые В зависимости от чина Плетеные полоски Мальчик понял, что визит дяди полковника неспроста Он даже понадеялся, что родители приняли его желание И хотят познакомить с человеком из высшего офицерства С тем, чтобы облегчить дальнейшую карьеру сына Чтобы дядя полковник мальчика сориентировал Объяснил, как в армии обстоят дела Как говорится, что и кому, куда и почем Это было бы неплохо Но одновременно томило его подозрение Что это какая-то инсценировка И что дядя полковник Кстати, мальчик не знал, на самом ли деле Это дядя и полковник Может быть, это вообще какой-то нанятый артист Что этот самый дядя Будет его отговаривать И постарается сделать так Чтобы мальчик сам отказался от своей мечты Так оно и оказалось С той лишь разницей Что дядя Эдгар был никакой не артист А полковник Самый настоящий и действительно дальний родственник Его отца Дедушки, дядюшки и кого-то там еще Мальчик успел позабыть Ту ветвистую генеалогическую схему Первые два-три дня Дядя как будто бы не замечал мальчика Они познакомились во время первого обеда Пожали друг другу руки Мальчик почувствовал, какое твердое у дяди рукопожатие И ощутил, как от него сильно пахнет крепким одеколоном И простым мылом Армейским, наверное, подумал он Но затем дядя занялся разговором с родителями А потом гулял по поместью в одиночестве Или читал книгу, сидя на балконе своей комнаты Мальчик понял, что дядя выжидает, когда он к нему обратится Решил поиграть с ним в молчанку Однако еще дня через два Мальчик пошел купаться и увидел, что дядя только что вылез из воды И обтерся полотенцем А когда мальчик приблизился к берегу озера Уже снова был в своем сером пиджаке Разве что босиком в подкатанных брюках Мальчик понял, что возникнет неловкость Если он станет молча купаться Не обращая на дядю никакого внимания Это было бы крайне невежливо по отношению К седому господину, офицеру, да к тому же родственнику Поэтому мальчик сказал Здравствуйте, господин полковник Ты хотел сказать Здравствуй, дядя Засмеялся полковник Ну да, кивнул мальчик Если да, тогда так и скажи Полковник засмеялся еще громче Здравствуйте, дядя Сказал мальчик Не здравствуйте, а здравствуй Здравствуй, дядя Здравствуй, Ханс Ну-ка, еще разочек Здравствуй, дядя Здравствуй, Ханс Можешь? Мальчик покраснел Ему стало чуть-чуть обидно Но он собрался с силами и повторил Здравствуй, дядя Здравствуй, мой дорогой Полковник протянул ему руку Купаться? Пожалуй, сказал мальчик И подошел к воде Там были деревянные мостки Он сел на корточке, нагнулся и попробовал воду рукой Обернулся к полковнику Нет, все-таки холодно Который час? Спросил полковник Минутку Мальчик, выпрямившись, залез в карман Вытащил маленькие серебряные часы Половина десятого, господин полковник То есть, извините То есть, прости, половина десятого, дядя Давно проснулся? Поинтересовался полковник Буквально полчаса Ответил мальчик Еще не завтракал Полковник присвистнул И почему-то опять захохотал Что, дядя? Мальчик поднял брови Да нет, ерунда А я вот собираюсь на второй завтрак Давай быстренько купайся и пойдем Пожалуй, нет Отказался мальчик Купаться не буду Вода холодновато Послушай, Ханс Начал полковник Магда и Хенрик Твои мама и папа Сказали мне, что ты собрался в армию Это правда? Или они пошутили? Правда? Как интересно Значит, ты не хочешь купаться? Пошли к дому По дороге дядя спрашивал Чего это вдруг молодой Якобсен Захотел идти в армию Но мальчик хмыкал, пожимал плечами И мыском ботинка пинал камешки На тропинке Дядя смотрел на него искоса Улыбаясь в свои коротенькие Серебряно-седые усики В столовой никого не было Пойду попрошу, чтобы мне дали завтрак Сказал мальчик И тебе, дядя, тоже Погоди Остановил его дядя Пойдем-ка ко мне У себя в комнате он сел в кресло И поставил мальчика перед собой Мой дорогой Ханс Армия была бы счастлива иметь В своих рядах еще одного представителя Старинной и почтенной семьи Якобсенов Но погляди на себя В котором часу ты сегодня проснулся? В котором часу? Я тебя спрашиваю В девять? Ответил мальчик, пожав плечами Каникулы же И Магда тебе это разрешает? Изумился дядя Я с ней поговорю Впрочем, нет Я с ней не буду говорить Ее родительское право Баловать свое чадо Растить из него неженку Или воспитывать настоящего мужчину Пока еще ты принадлежишь Своим родителям, дорогой Ханс И они, хорошо это или плохо Имеют право лепить из тебя Ту куклу, какая им нравится Понравится ли эта кукла Обществу, второй вопрос Однако мне почему-то кажется Продолжал дядя полковник Кажется мне, что мальчик Который встает в девять часов утра Не приспособлен для армии Я бы так сказал Не рожден для нее А ну-ка Он встал Разденься, милый Ханс И я разденусь тоже Мы могли бы это сделать на озере Но, ваше высочество Не соблаговолило купаться Вода, видите ли, холодная Давай разденемся здесь Прямо до гола? Испугался мальчик Прямо оба А что тебя смущает? Спросил полковник Боюсь, в этом есть что-то дурное Мальчик отступил на два шага Во-первых, не до гола А до пояса Сказал полковник А во-вторых, в казарме, где живут курсанты или кадеты Мальчики действительно раздеваются совсем до гола И ходят так совершенно не стыдясь друг друга Это армия Если ты в этом видишь что-то дурное Он замолчал Снял с себя пиджак Потом рубашку И нижнюю фуфайку Раздевайся, Ханс, до пояса Слышишь? Давай посмотрим друг на друга А теперь иди сюда Здесь есть зеркало У Ханса заполыхали щеки Потому что дядя Был худощав, поджар И очень мускулист Курчавые седые волосы на груди Скрывали мощные грудные мышцы У него были круглые плечи Сухие, но рельефные бицепсы Крепкие локти Квадратики на животе Дядя втянул живот И его брюшной пресс Отрисовался еще более эффектно А ты? Сказал дядя Тебе четырнадцать лет И семь месяцев А тело у тебя Как у двенадцатилетней девчонки Ну-ка Согни руку в локти Подними руку повыше Напрягись Разве это мускулы? Откуда у тебя Эти странные мысли? Я все равно хочу в армию Уперся мальчик Может быть, ты просто Не хочешь торговать Тебе опротивили разговоры О капиталах О прибыли О акциях И векселях Мальчик молчал Но, милый Ханс Есть тысячи прекрасных И благородных профессий Мусорщиком Вдруг ощерился мальчик Это еще зачем? Мне папа все время так говорит Не хочешь учиться Не хочешь заниматься тем же Чем занимались твои предки Есть масса прекрасных И нужных профессий Необходимых для общества Например, мусорщики Например, трубочисты Например, милосердные братья В домах презрения Очень уважаемые профессии Вот что мне постоянно твердит папа И вы туда же Не вы, а ты С улыбкой поправил дядя И ты туда же Возмутился мальчик Никоим образом Почему ты должен быть мусорщиком? Во-первых, мусорщики Тоже рано встают И должны обладать Немалой физической силой А во-вторых Есть много чудесных Даже нежных профессий Ты можешь стать Художником Можешь стать писателем Газетным репортером Или критиком Поэтом У тебя есть музыкальный слух? Тогда тебе прямая дорога В композиторы Да и вообще скажу по секрету Дядя приблизил к нему лицо И зашептал в ухо Чуть ли не покалывая Седыми стриженными усами Мальчикову щеку Только не говори Хенрику и Магде Обещаешь? Твой отец Заработал столько денег Приумножив капиталы Своих предков Что ты имеешь Полную возможность Никогда не работать Мой тебе совет Сделай вид Что прилежно учишься Поступи сначала В коммерческое училище Потом в университет На математический факультет Поезжай повышать Квалификацию в Париж Затем немного Попрактиковаться В Нью-Йорке Слушать лекции Знаменитых профессоров Посещать клубы Где собираются Крупнейшие биржевики И промышленники Учиться у них персонально Я думаю Сам господин Карнеги Не откажет Дать аудиенцию Сыну почтенного Предпринимателя Из Европы И таким вот образом Ты имеешь Полную возможность Проволынить Лет до тридцати пяти Твой отец Не молод Ты ведь поздний ребенок Довольно скоро Ты окажешься Богатым наследником Будешь вставать В девять В десять А то и в полдень Пробовать пальчиком Воду в озере Возвращаться домой Где слуги тебе Приготовят кофе Со сливками И так До глубокой старости Плохо ли? Ханс покраснел так Что ему показалось Будто у него Жар сорок два градуса Он сам это почувствовал У него была такая температура Когда он в прошлом году Болел корью Не знаю Тихим и злым голосом Ответил он Я все равно хочу В армию Но зачем? Дядя всплеснул руками И стал одеваться Хочу быть полезен Нации и королю Сказал мальчик Где ты это выучил? В какой газете Прочитал? Засмеялся дядя Впрочем Ладно Давай одевайся Ханс Застегнул рубашку И направился к двери Постой Окликнул дядя Мальчик обернулся Дело Обстоит гораздо серьезнее Чем тебе кажется Мне ничего не стоит Составить тебе протекцию Тебя легко примут В кадетский корпус Я даже смогу помочь тебе Поступить в училище Святого Георгия Ты выйдешь из него сержантом Тебе будет 22 года И жизнь твоя будет сломана У тебя будет мундир С красивыми нашивками У тебя будет квартирка В казарме Хорошие жалования Собственный ординарец У тебя в подчинении Будут полсотни рядовых солдат И два капрала Которые будут тебя Ненавидеть и презирать А ты будешь ненавидеть И презирать свою жизнь Из армии Особенно в нашей стране Нельзя уйти просто так Ты же знаешь Что наша армия Маленькая и гордая Добровольно Из нашей армии Не уходил никто Я Так же не знаю случаев Когда Офицеров увольняли бы За проступки Наши офицеры Не совершают Дурных проступков И вот так Ты промучаешься До отставки Тебя станут Обходить чинами Ты будешь страдать Завидовать Ужасная жизнь Я могу тебе помочь Дорогой Ханс Дядя обнял его И погладил по плечу Но подумай 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 хорошо Я Уже все решил Упрямо сказал мальчик И посмотрел Своими ярко-синими глазами В выцветшие Голубые глаза Дяди Я буду офицером А если ты Окажешь мне протекцию Буду тебе Весьма признателен Повернулся И вышел И начиная Со следующего дня Стал вставать В шесть утра Купаться в озере В любую погоду Делать гимнастику Бегать по горам А также Перестал есть Сладкое Однако Судьбе Очевидно Все-таки Было угодно Чтобы славный Торгово-промышленный Род Якобсенов Не прерывался В ноябре Ханс бегал на лыжах И сильно подвернул ногу Он сначала не понял Что случилось То ли вывих То ли растяжение Было очень больно Он с трудом Вышел из леса На дорогу Отстегнул лыжи И пытался идти пешком Нога болела Просто ужасно Он пытался Скакать на одной ноге Опираясь на лыжную палку Как на костыль Еще вдобавок Держал подмышкой лыжи Вообразив Что это Армейское имущество Которое нельзя бросать Мимо по дороге Одна за другой Ехали крестьянские подводы Но мальчик Сказал сам себе Я же будущий офицер Я должен уметь терпеть И пешком Доплелся до маленького городка И только там Сдался врачам Поскольку боль Стала совсем нестерпимой Оказалось Что он сломал Лодыжку Перелом был Очень сложный Оскольчатый И совершенно Необъяснимо Какого черта Он не воспользовался Помощью Первого же возницы Потому что Этих двух миль Которые он Прошагал пешком Непонятно как Ведь боль была Поистине дьявольской Этих двух миль Хватило Чтобы осколки Расползлись В разные стороны Лучшие хирурги Столицы Три раза Оперировали Мальчикову ногу В результате Кости Срослись Прочно Но Нога стала На целую четверть Дюйма Короче другой И с этим Поделать Уже ничего Было нельзя Мальчик Лежал В больнице В прекрасной Палате С видом На набережную По которой Как назло Время от времени Проходили курсанты Военного училища И думал Как ему лучше Поступить Носить ботинок С утолщенной Подошвой Чтобы хромоты Не было заметно Или наоборот Элегантно Прихрамывать Решил Что будет Вести себя В зависимости От ситуации На всякий случай Он написал Письмо дяде Письмо довольно злое В котором Объявлял Что в свете Изложенных обстоятельств Решил Не делать Военную карьеру В письме Не было намека Что дядя его Сглазил Или пуще того Заколдовал Но Тон письма Был именно таков Дядя это почувствовал И в ответном письме Выразив Восхищение Мальчиковым Мужеством В конце Все-таки Приписал Надеюсь Ты не думаешь Что в этом Виноват Я На том Их общение Прекратилось Прошло Не так много Времени Лет восемь Большая война В Европе Уже закончилась Троюродный брат По маминой линии Вернулся С какой-то Маленькой Непонятной Войны В Африке Кажется Он воевал В иностранном легионе А попросту говоря Был наемником Но вслух Ничего подобного Не произносил Был приятный вечер В поместье Ханс Уже был студентом Коммерческого Училища Брат Рассказывал В основном О мелких Бытовых Неудобствах Ханс Даже подумал Что этот молодой Офицер Все время Провел в тылу Или в штабе Только потом Он узнал Что люди Побывавшие На войне Очень не любят Делиться Настоящими Боевыми Воспоминаниями А пока Этот самый Дезьем Кузон Рассказывал Какая была Незадача С армейскими Ранцами Жутко неудобные Сумки Почти мешки В которых Ничего не найдешь И что было Несколько случаев Когда они Проигрывали Маленькие бои Из-за того Что коробки С патронами Которые по инструкции Должны находиться В ранце Было трудно И неудобно Вытаскивать Даже смешно Вот из-за Такой чепухи Мы теряли Товарищей Вообще же Армия Говорил этот Парень На 80% Состоит Из боеприпасов Обмундирования И провианта Еще на 10% Из оружия Как такового На тактику Стратегию И воинскую Доблесть Он отводил Не более Одной десятой Ранец Это слово Как будто У Ханса В ушах Зазвенело Ранец Зазвучало В голове На следующий день Вот Ведь В чем Дело Он Ни с кем Не поделился Своими мыслями Но В ближайшие Каникулы Перезнакомился С кучей Молодых Офицеров И с теми У которых Был боевой Опыт И с теми У которых Все ограничивалось С летними сборами И внимательно Рассматривал Их ранцы Вещевые мешки И полевые сумки А когда Окончил Наконец Коммерческое училище Получил диплом И отцовское благословение Заняться чем-то Самостоятельным На малую долю Родительского капитала Он попросил себе Ту самую Кожевинную Фабрику Приехав туда Он выяснил Чем на фабрике Занимаются Собственно говоря Не занимались Ничем Делали заготовки Для других Фабрик Где производили Разнообразный Товар Начиная От изящных Дамских сумочек До грубой Конской Сбруи Для крестьянских Лошадей И Ханс Принял Окончательные Решения То решение Которое По прошествии Двух десятков лет Сделало Из наследника Почтенной Но в общем-то Обычной Предпринимательской Семьи Крупнейшего Промышленника И миллиардера И подумайте Только Генеральский Портфель Но это Была Уже Скорее Забава В солдатском Ранце Имелись Все Отделения И для Маленького Швейного Набора И для Ежедневной Еды Пляшка с водой Пенал Для хлеба И для Письменных Принадлежностей И для Смены Теплого Белья И разумеется Для запасных Патронов И обоим И для Каких-то Двух-трех Отверточек Для Срочной Чистки Личного Оружия И даже Кармашек С неприкосновенным Запасом Еды Галеты Шоколадка Фляжечка С коньяком Масло В жестянке Это отделение Было словно Под пломбой Чтобы его Открыть Нужно было Сильно Дернуть Заматерчатое Кольцо Постепенно Ханс Якобсен Приобрел И кондитерскую Фабрику Которая Делала Шоколад И маленький Ликерный Заводик Но главное Оружейную Фабрику К своему Рансу Он решил Выпускать Не только Патроны И сменные Обоймы Но и Оружие Как таковое Долго Ликорка Ханс Якобсен Сделался Крупнейшим Фабрикантом Всевозможного Военного Снаряжения И обмундирование И оружие И патронов Ему Принадлежали Уже И пороховые Заводы И заводы По изготовлению Пушек А где пушки Там и танки А где пушки И танки Там и сталь И двигатели А где двигатели Там и автомобили В один Прекрасный День Ханс Якобсен Он понял Что его Промышленная Империя Похожа На переполненную Чашу Водохранилища И если он Об этом Далее Тем более Что вторая Большая война В Европе Закончилась Тоже И так он Поехал Развлекаться Впервые С тех пор Как в его Голове Прозвучало Слово Ранец А это было Как мы помним Когда ему Сравнялось Двадцать Два Года Сейчас Ему Исполнилось Пятьдесят И он Решил Отметить Свой Юбилей В тесном Кругу Друзей На южном Берегу Франции Он Снял Целый Отель Естественно Он назывался Грант Отель Тогда Так называлась Почти каждая Гостиница Которая была Выше двух Этажей И больше Тридцати Номеров Но Этот Грант Отель Был Действительно Грант Ничего Не скажешь Великолепное Четырехэтажное Здание Смотрело На морской Залив Гостиница Была устроена Так что На море Смотрели Все номера На тыльную Часть Выходили Только коридоры Тоже с Большими Окнами Номера Были Превосходные Удобные Каждый С отдельной Просторной Ванной Что в те Времена Все еще Считалось Роскошью С балконом Прихожей И Гардеробной И То были Обычные Номера А в третьем И четвертом Этаже Располагались Номера Люкс Двух и Трехкомнатные В самой же Середине Четвертого Этажа Находился Семикомнатный Суперапартамент Номер Который Назывался Королевским Или Президентским В зависимости От того Кто туда Приезжал Ханс Якобсен Однако Помни советы Дяди Касательно Скромности И Внутренней Дисциплины Занимал Обыкновенный Двухкомнатный Люкс Тем более Что он После первого Неудачного Брака Больше Так и Не женился В Трехкомнатных Люксах Жили Семьи Его Друзей А президентский Номер Занимал Знаменитый Скрипач Со своей Любовницей Не менее Знаменитой Кинозвездой И учениками Вундеркиндами Которых Он всюду Таскал За собой Праздновали Развлекались Пировали И устраивали Концерты Целых Три Дня Когда Почти все Гости Разъехались Ханс Якобсен Вышел На пляж Прошелся Вдоль Самой Кромки Моря Полюбовался На яхты Качавшиеся У длинных Выходящих В море Причалов Обернулся Взглянул На Гранд Отель И ему Вдруг Стало Очень обидно За свою Родину В его Прекрасной Северной Стране Все было Очень скромно Тихо Приземисто И серо-коричнево Никакой Игры И красок Никакого Наслаждения Комфорта И роскоши Возможно Впрочем Подумал Ханс Якобсен Именно Из-за этого В нашей Стране Такая Великолепная Промышленность Такой Мощный Банковский Капитал Такой Трудолюбивый И целеустремленный Народ Но Все-таки Черт возьми Но Тем не менее Давайте Брызнем Немножко Яркого Думал Хорошо бы Построить Тут дворец Подобный Тому Французскому Но Во-первых Было жалко Собственного Поместья Тропинок Дорожек Парка Большого Старинного Дома И Маленького Уютного Домика Где Жил Как положено Старый Садовник С женой Его Тоже Было Жалко Но Самое Главное Во-вторых Слишком Далеко От Столицы Если Построить Гранд Отель Здесь Он Так И останется Пустой Забавой Богача Непонятно Кто Будет Сюда Ездить И Неизвестно Зачем Озеро Совсем Маленькое По сути Озерцо Или Просто Большой Пруд Строить Надо В месте Которое Может Стать Модным Популярным И даже Если До него Придется Тянуть Ветку Пригородного Поезда Ханс Якобсен Готов Было На Это То Чтобы Ехать От Столицы Было Все Таки Не Больше Сорока Минут В крайнем Случае Час Полтора Он Не Стал Никому Давать Поручения Он Все Привык Закапываться До сути Разбираться В мелочах Вот и сейчас Каждое воскресенье Он садился В автомобиль И приказывал Шоферу Возить себя По столичным Предместиям Ближе К морю Вернее К этому То ли озеру То ли морю То ли глубокому Морскому заливу Который Окружил Город Со всех сторон Всего На четвертый Раз Место Было Найдено Пустой Берег Шхеры И островки Красиво Разбросаны По серебристо-серой воде И растут Какие-то мелкие деревья Но самое главное Как будто Специально для него Огромная поляна Спускавшаяся К воде Ближайшая Железнодорожная Станция Находилась Всего В пяти милях В тихом городке С кирпичной церковью Начальной школой И ткацкой фабрикой Так что Тянуть шоссе И железную дорогу Предстояло Совсем недалеко Ханс Якобсен Разыскал во Франции Архитектора Который строил Тот самый Гранд-оттель Где он Праздновал Юбилей Почему-то Якобсену Казалось Что архитектор Закапризничает Скажет Что не хочет Копировать сам себя Или Пуще того Откажется Дублировать Свою прекрасную Родину В этой скучной Северной стране Но Тот оказался Весьма Сговорчивым Типом И согласился Сразу же Правда Заломил Немаленький Гонорар Ханс Якобсен Посмотрел на него С некоторым презрением Подумав про себя Я бы ни за что Не согласился Если бы мне К примеру Заказали построить Точно такой же Как у нас Кафедральный собор Где-нибудь В Ницце Или Марселе Но Тут же понял Что его Недовольство Капризно И несправедливо Ведь ему же Нужен Точно такой же Гранд-оттель А кто его Сделает лучше Чем первоначальный Создатель Гранд-оттель На берегу Холодного Озера Был готов Через четыре года Еще полтора года Ушло на Подтягивание Железной дороги Прокладку Шоссе И устройство Хороших каменных Дорожек Вокруг Озера Якобсен Рассчитывал Империи Засовывали Компаний Компания Стал Стал Превращаться Обратно В обезьяну Потом В присмыкающиеся А там В какого-то Осьминога А то и Медузу Но Это Случится Еще не скоро А пока Ханс Якобсен Занимался Гранд-отелем Строители Железной дороги Тянули рельсы Возводили Красивую станцию А между тем Мастера-мебельщики Обставляли номера Вешали Гордины Вставляли Зеркала В рамы Полировали Черные Фальшивые Балки Которые Украшали Потолок В центральном Зале Гранд-отеля Трехсветном Растиравшимся На три Этажа Вверх В этом Зале Была Огромная Гостиная С библиотекой Надо было Еще Подобрать Книги Чтобы заполнить Все Восемь Огромных Шкафов По Десять Рядов Каждый Надо было Купить Картины Статуи И вазы Которые Должны Стоять На Лестничных Площадках Наконец Надо Оборудовать Целых Три Ресторана Светлый И легкий Ресторан Для Завтрака Большой И тяжеловесный Ресторан Для обедов И ужинов И отдельно Банкетный Зал Не забыть Кстати Про Бильярдную Кроме того Якобсон Решил Бросить Через Залив В его Узкой Части Там Где он Смыкался С другим То ли Озером То ли Заливом Мостик На Противоположный Остров И устроить Купальню Он Крупное Крупное Национальное Событие На празднование Были Приглашены Не только Знаменитейшие И богатейшие Люди Страны Не только Банкиры Промышленники Кораблестроители Генералы И министры Но и Королевский Двор Было Послано Всеподданнейшее Приглашение Их Величеством А также Августейшим Наследникам И наследницам Принять участие В праздновании Открытия Великолепнейшего Отеля Курорта Первого В стране По красоте И роскоши Вы Можете Себе Представить Их Величество Прибыли И принцы И принцессы Тоже Король и королева Отбыли Вечером А наследный Принц И его Младшая Сестра В сопровождении Гувернеров И фрейлин Ибо Они были Еще в Гимназическом Возрасте Остались Развлекаться Музыкой И играми На свежем Воздухе Еще на Два Дня Они Поселились Как раз В семикомнатном Королевском Апартаменте Действительно Гранд Отель Не сразу Постепенно Но все-таки Стал популярным Местом Отдыха Богатых Горожан Даже Из-за Границы Сюда Приезжали Провести Одну-две Недели Около Прохладной Воды Погулять По живописным Островкам Которые Теперь Были Соединены Мостиками Покататься На маленьких Яхтах Была Такая Отдельная Услуга Ну и Просто Немного Отдохнуть Все Скомандом Grand Hotel и назвал адрес поселка, который уже давно разросся вокруг детища Ханса Якобсена. Пробок почти не было. Дирк разговорился с таксистом, тот был сербом, но очень давно жил здесь. Ему все нравилось, особенно же ему нравилось то, что по законам вашей, а теперь уже нашей прекрасной чудесной страны, как говорил он, стоимость кредита не меняется годами, несмотря на все колебания рынка, несмотря на инфляцию и рост цен. «Смотрите сами», — восторженно он говорил Дирку, — «двадцать лет назад я взял свой дом в кредит за двести тысяч крон. Уже через пять лет цены взлетели, и этот дом стал стоить триста пятьдесят тысяч, еще через пять шестьсот, через пятнадцать чуть ли не полтора миллиона, а я спокойно выплачивал кредит по старым условиям, как будто этот дом до сих пор стоит те несчастные двести тысяч». «Какое чудо! Какая выгода! Я в прошлом месяце закончил выплачивать по кредиту, у меня зарплата совсем не такая, цифры изменились, стали чуть ли не в пять раз больше, а я выплатил последние десять тысяч крон, и теперь я фактически миллионер. Теперь мой дом стоит самое маленькое два с половиной миллиона. Таксист-миллионер! Какое здесь прекрасное, мудрое и справедливое государство!» Радостно хохотал он. Дирк фон Зандов даже пожалел, что не догадался в свое время взять кредит хотя бы на небольшую двухкомнатную квартиру. Но ему тогда было не надо, квартира у него уже была, а вот если бы он умел рассчитывать и понимал, куда ветер дует, то он бы тоже взял в кредит квартиру, а может даже две, и сейчас был бы богатым человеком. Но нет так нет. Задним умом мы все крупнейшие коммерсанты. Не всем так везет, как этому сербу, и не все так умеют делать деньги, как Ханс Якобсен. Серп рассказывал о своей семье, о жене, о дочери, о внуках, говорил почти без акцента или даже без акцента совсем. Во всяком случае, Дирк ни за что бы не догадался, что перед ним сидит серп. Просто пожилой, смуглый мужчина. Он задал несколько вопросов Дирку. Кто он, что и как. Тут Дирк удостоверился, что это действительно серп, потому что среди местных жителей не было принято задавать вопросы, да и рассказывать о себе тоже как-то не было в обычае. Причем, если рассказывать о себе – дело добровольное, то уж задавать вопросы считалось совсем неприличным. «Да так», – сказал Дирк, – «уже на пенсии, а еду отдохнуть». «Надолго?» – спросил водитель. «Нет, всего на одни сутки. Устал, хочу чуть-чуть развеяться. Кину сейчас чемодан в номер, пройдусь, подышу чистым воздухом, посплю в тишине с открытым балконом и домой». Потом он немножко задремал. «Приехали!» – сказал водитель. Дирк встряхнулся, отворил дверцу, вышел из машины, огляделся. Перед ним был длинный двухэтажный корпус какого-то дешевого пансиона. Никакого морского залива, никакой роскоши. Сзади был лес. «Куда вы меня привезли?» – спросил он. «Куда мы приехали?» «Гранд-отель как заказывали», – водитель показал рукой. И в самом деле над входом в этот барак торчала безвкусная желто-красная вывеска «Гранд-отель». «С ума сойти!» – вознегодовал Дирк. «Что-то я ничего не понимаю. Какой же это «Гранд-отель»?» «Да уж какой и есть», – ответил водитель. «Совсем неплохой. Как раз погулять, переночевать и домой». «Нет уж, позвольте, мне нужен «Гранд-отель», который стоит на берегу. Там спуск к воде, там яхты стоят у причалов, большой дом с колоннами. Вы что, никогда никого туда не возили?» «Ага!» – водитель даже руками всплеснул. «Ага! Так вам нужен тот «Гранд-отель». Так бы и сказали, что вам нужен тот «Гранд-отель», а не этот». «Ну, мой дорогой», – сказал Дирк, сдерживая возмущение, – «Что значит «тот» или «этот»? Откуда мы с вами знаем, какой здесь «этот», а какой «тот»?» Но потом решил обратить дело в шутку. «Вот, когда мы туда приедем, туда, куда мне нужно, тогда вы сразу и поймете, что тот гранд-отель и есть самый что ни на есть этот, а этот приют для беженцев и есть тот гранд-отель». Он заставил себя засмеяться. Заставил, потому что был оскорблен до глубины души. Ведь серб-таксист, глядя на него, решил, наверное, что ему, небогато одетому старику, нечего делать в том роскошном гранд-отеле, что ему самое место в этом жалком хостеле. Ясно было также, что серб сделал это ненарочно. Какое дело сербу-эмигранту, который имеет дом за 2,5 миллиона крон, какое ему дело до Дирка фон Зандова. Он это имя и не слышал никогда. Наверняка не видел знаменитого фильма с его участием. Он для него просто неважно одетый старик. Но именно потому, что водитель был абсолютно искренен и доброжелателен, Дирку стало еще обиднее. Таксист тоже понял, что получилось неловко, и всю дорогу до того настоящего гранд-отеля бормотал. Ах, вот оно, оказывается, какое дело. Ну, простите меня, не разобрался. Нужно было, конечно, сразу понять, что такой солидный господин поедет в тот настоящий гранд-отель. «Я много раз возил туда разных господ. Хорошие господа, щедрые», — сказал он, как будто намекая на чаевые. Однако, чувствуя вину, не стал брать с Дирка лишние деньги за дополнительные путешествия от того гранд-отеля к этому. И когда Дирк сказал, глядя на счетчик, тут, кажется, что-то настучало сверх заказа, ответил, что вы, что вы, моя вина, моя вина, вышел из машины, открыл Дирку дверь, а потом достал из багажника чемодан на колесиках, со щелчком выдернул из него ручку и подвинул к Дирку фон Зандову. В просторном сквозном холле никого не было. За стойкой рецепции тоже было пусто. Дирк огляделся. По углам, ближе к большому стеклянному выходу к воде, а подъехали они, разумеется, с тыльной стороны, стояли две высокие фарфоровые вазы. Дирк их помнил. На этих вазах были изображены его величество и ее величество в память королевского визита в день открытия отеля. Раздался звук каблучков, в рецепцию влетела девушка. — Ах, извините, — быстро заговорила она, заставила вас ждать, я к вашим услугам. — У меня заказан номер. — Да, пожалуйста, ваше имя, если вас не затруднит. — Дирк фон Зандов. — Простите? — переспросила девушка. — Дирк фон Зандов. — Уж не знаю, на какую букву. Может быть, на Д. Нет, Д. Это имя значит, наверное, на З. — Зандов, запятая Дирк фон. После разговора с сербом ему казалось, что все стараются его унизить. Как-то походя указать на его место. Да, если б это было тридцать или хотя бы двадцать пять лет назад, девушка не стала бы спрашивать его фамилию, а сама бы закричала «О, вы Дирк фон Зандов?» Еще лет пятнадцать назад, услышав его фамилию, она бы, наверное, попросила у него автограф. Но теперь уже все. — Да, господин фон Зандов, — сказала девушка, — «Да, конечно, есть резервация. Номер 201-201 в новом крыле». — Почему в новом? — возмутился Дирк. — Когда я заказывал номер по телефону, меня никто не предупреждал. Я приехал в Гранд-отель. Я хочу провести время в хорошем, удобном, красивом номере. — Господин фон Зандов, — девушка покосилась на бумажку, — господин фон Зандов, — все прекрасно, все отлично. Новое крыло значительно комфортабельнее старого. Скажу вам откровенно и честно, что в историческом здании уже этой осенью начнется большой ремонт. Там все облупилось. Современным клиентам не по душе эта дряхлая золоченая роскошь. Главное — удобство и комфорт. В новом крыле — самая лучшая мебель, самая лучшая ванная комната, самый лучший балкон. И, чуть перегнувшись к нему, доверительно сообщила. — Если вы желаете, если вам удобно, я могу вас прямо сейчас провести в любой номер в историческом крыле, и вы лично убедитесь, что это просто сарай по сравнению с новым крылом. — Как вы, однако, выражаетесь? — Сарай. — Зло, — сказал Дирк. — Если ваш начальник услышит, он вас не похвалит за такую рекламу. Девушка хмыкнула и показала белые зубы. — Я всего лишь демонстрирую свое доверие лично к вам, господин фон Диркман. А, простите, Зандов. — Черт их разберет с их нынешним гостиничным этикетом, — подумал Дирк. А вслух сказал «Ну хорошо». — Новое крыло так новое крыло. Давайте ключ. — Простите, пожалуйста, господин фон Зандов, — опечалилась девушка. — Сейчас тринадцать часов двадцать минут. У нас заезд с четырнадцати часов. — Черт! — буркнул Дирк. — Смешно, однако. — А выезд когда? — Чек-аут ровно в полдень, в двенадцать ноль ноль. — Смешно. — Уже с настоящей злостью повторил Диркман. — Получается, что вы мне сдали номер не на сутки, а на двадцать два часа. — Хоть чуточку, хоть пару часиков, да зажулить. — Молодцы. — Господин фон Зандов, — успокоительно сказала девушка. — Одну секундочку. Позвонила по телефону и что-то спросила на непонятном языке. Нажала отбой. Снова улыбнулась Дирку. — Господин фон Зандов, ваш номер уже готов. Вот ключ. Бой вас проводит. — Вы по-каковски говорили? — грубовато спросил Дирк. — По-сербски, что ли? — Нет, — ответила девушка. — По-русски. Глава вторая. После полудня. Гранд-отель. Письма. Номер в самом деле оказался очень хороший. Новое крыло Гранд-отеля располагалось правее, если смотреть на воду, поэтому из окон номера видны причал и марина. На марине стоял десяток яхт. Причал, избегающий к нему, посыпанный светлым крупным гравием дорожки левее. А если смотреть прямо, то виден остров с купальней, а немного правее, на нашем, так сказать, берегу, невысокие заборы и за ними линии небольших, но довольно красивых домиков с красными крышами. За этими домиками росли деревья и дальше кверху поднимался холм. Так что ясно, что никакой второй линии домов здесь нет. На холме стояла небольшая церквушка, красивый шпиль и крест на фоне серого, но безоблачного неба. Дирк вспомнил, что раньше этой церквушки не было. Кажется, и домиков не было тоже. Ну, может быть, один или два он точно не помнил. Для того, чтобы как следует рассмотреть Марину и главный спуск к воде, требовалось сильно свернуть голову налево, и это немного злило. Но, в целом, повторяю, номер был прекрасный. Большая комната, не меньше сорока метров. Это пространство позволило разбросать по углам широкую двуспальную кровать, письменный стол, а также некое подобие гостиного гарнитура. Диван, два кресла и круглый столик. Правда, обстановка казалась несколько эклектичной. Над диваном лаконичный бра в стиле ар-деко. На письменном столе стояла старомодная зеленая лампа, но с потолка свисала совсем современная, даже авангардная люстра, асимметричная, с медленно вращающимися стеклянными подвесками геометрической формы. Рядом с кроватью по обе ее стороны стояли, как положено, две тумбочки. У тумбочки с телефоном и решил расположиться Дирк. Сел на кровать, примял ее своим весом, чуть-чуть подвигался, матрац был безупречен. Огляделся, рассмотрел номер внимательнее. Пол из длинных дубовых досок благородного темного цвета. Дирк отодвинул ногой прикроватный коврик, присмотрелся, присел на корточки и поковырял ногтем. Так и есть ламинат. Зато на стене висела не репродукция, не гравюра, а настоящая акварель в светлой деревянной раме. Все тот же традиционный национальный пейзаж. Море, шхеры, кораблик, низкие облака. На среднем плане крупные лиловатые цветы. Дирк подошел поближе. Акварель была, безусловно, подлинная, с размашистой подписью в левом нижнем углу. Он подумал, что лучше, хороший пол из ламината, качественный суррогат или оригинал, но весьма посредственного свойства. Неразрешимый вопрос. Ближе к двери стояла раскладная подставка для чемоданов. Дирк втащил ее в комнату, разложил, взгромоздил на нее чемодан, но раскрывать не стал. На гостином столике стояли две бутылки с минеральной водой и лежало яблоко. Что-то было написано на сложенной треугольником бумажке. Он прочел приветствие постояльцам и убедился, что вода и яблоко бесплатные. Комплимент. Отвинтил крышку одной из бутылочек, налил в стакан, напился, а то что-то горло пересохло. Яблоко понюхал и положил на место. Огляделся. Рядом с комодом стоял еще один шкафчик. Он открыл его. Это был холодильник. В холодильнике, как водится, мини-бар. Он приоткрыл его. Все тот же набор. Разнообразная выпивка в маленьких бутылочках шоколадки, чипсы, сникерсы и прочее. И прескурант. Каждая эта штучка стоила примерно в пять раз дороже, чем в ресторане, и в десять раз дороже, чем в магазине. Он прикрыл дверцу и вышел, проследив, чтобы не забыть ключ. Дошел до рецепции. Русская девушка скучала, читая книгу. Наверное, русскую книгу. Он заглянул на страницы. Нет, книга была на английском. Изучаете третий язык? Спросил он девушку. Почему третий? Она подняла глаза. Ну, ваш родной русский, наш язык, и вот теперь еще английский. Объяснил Дирк. Да, в этом смысле да. Чем могу быть полезной? Вы устроились? Как вам номер? Может быть, что-нибудь нужно? Нет, все очень мило, сказал Дирк. Только шея болит. Вызвать врача? Спросила девушка. Что вы? Я шучу. Я не в том смысле. Она молчала и не спрашивала, в каком. Я в том смысле, любезничал Дирк, пристально глядя на девушку, и удивляясь тому, что она совершенно не реагирует на него, ни как на бывшую знаменитость, это уж ладно, ни даже как на мужчину приятной наружности, пусть пожилого, но все-таки. Я вот в том смысле, продолжал Дирк, посмеиваясь, что для полноценного любования пейзажем, особенно Марины, причалом и вашими очаровательными кованными скамейками, которые стоят около лестницы, мне приходится сильно сворачивать голову налево. Девушка смотрела на него, не понимая, что ему надо. — Нет, разумеется, — говорил Дирк, — номер прекрасный, и я ничего не хочу и не требую. Однако маленькая просьба. Не могли бы вы мне показать какой-нибудь старый номер в старом, вот именно в этом здании? Быть может, есть хоть один свободный. По старой памяти, так сказать. Видите ли, так случилось, что я целый месяц, наверное, да какой месяц, два месяца, а то и больше, прожил в вашем отеле в номере 302. — Это люкс, — сказала девушка. — Вот именно, в люксе, в номере 302. — Ах, если бы вы только знали, кто жил в номере 303! Девушка молчала. Дирк нагнулся к ней и прошептал «Сам Ханс Якобсен». Девушка не реагировала. Она смотрела на Дирка вежливо, внимательно и невыразительно, будто ожидая следующих распоряжений, но распоряжений не было, и поэтому она просто ждала. «Ханс Якобсен, это же владелец и строитель вот всего вот этого!» И Дирк развел руками, показав на стеклянные двери, колонны, люстры, фарфоровые вазы с портретами августейшей четы и прочее роскошество Гранд-отеля. — Понятно, — кивнула девушка. — Одну секундочку. — Номер 303 занят, — сказала она, полистав какую-то тетрадку. Дирк с удовольствием отметил, что сюда еще не добрались компьютеры. Или таков стиль Гранд-отеля? — И 302 тоже, — вздохнула девушка. — А в 304 сейчас уборка. Можем туда зайти, если вам угодно. — Спасибо, — отозвался Дирк. — Пойдемте. — А вы все записываете в тетрадку, как 30 лет назад. Как же цифровая цивилизация? Где же ваш компьютер? — Мой ноутбук у меня в сумке, а здесь компьютеров нет. Это наш стиль, — пояснила она, словно бы повторив мысли Дирка. — Отлично. Он прищелкнул пальцами. — Пойдемте, — сказала она и вышла из застойки. — Не боитесь оставить рабочее место? Вам за это не влетит? — спросил Дирк, все еще надеясь расшевелить девушку, добиться от нее какой-нибудь простой и непосредственной реакции. — Нет, разумеется, — улыбнулась девушка. — У нас очень гуманный менеджмент. — Employer friendly. Кроме того, большой съезд гостей ожидается только к 17 часам. Лифта у нас нет, — предупредила она, когда они приблизились к лестнице. — Я же только что говорил, что жил здесь 30 лет назад, — заметил Дирк. — Ах да, извините, — равнодушно сказала девушка. Она пошла вперед. Дирк шел за ней по мраморной широкой покрытой ковром с латунными прутиками лестнице. Однако лестница была не такая уж пологая. Девушка шла на три ступени впереди, и ее ягодицы, обтянутые короткой синей юбкой, двигались почти что перед носом Дирка. — Мадемуазель, — заговорил он, — по правилам этикета, вверх по лестнице мужчина должен идти впереди женщины. — Отчего так? Она резко остановилась, повернулась. — Вы это точно знаете? Не оставляя желания получить какой-то отклик со стороны девушки, Дирк объяснил. — Ну, как бы вам сказать, мадемуазель, когда девушка поднимается впереди на несколько ступеней выше тебя, возникает некоторый соблазн. Девушке должно самой стать слегка неловко. Не обращайте внимания, я не феминистка и не кисейная барышня, я служащая отеля. Дирку оставалось только ущипнуть ее за задницу, чтобы добиться человеческого ответа. Но этого он все-таки решил не делать. Он вспомнил, что ему уже за семьдесят, и для девушки он просто деталь интерьера. Подымаясь наверх, они оказались на галерее второго этажа, откуда сверху был виден просторный, пожалуй, чрезмерно просторный зал с огромными книжными шкафами и тяжелыми кожаными креслами. Секундочку. Дирк ненадолго остановился, любуясь этим почти готическим пространством с высокими потолочными балками и стеклянными проемами окон, сквозь которые было видно то самое знаменитое безоблачное, но при этом серое небо. Внизу раздался топот ног. В зал вбежали мальчик и девочка. Наверное, они бегали по причалу или играли в какую-то детскую игру, потому что видно было, какие они раскрасневшиеся и усталые. Они плюхнулись в тяжелые кожаные кресла друг против друга. Девочка стала тарабанить кулаками по кожаным подушкам, а мальчик быстро выковырял с полки книжку, раскрыл ее и стал читать, вернее, делать вид, что читает, потому что девочка приставала к нему с какими-то вопросами, а он отмахивался от нее. Им было лет по двенадцать, возможно, несколько больше. Они были очень похожи друг на друга, вероятно, брат и сестра. Непонятно, кто старше, кто младше, не исключено, что близнецы. «Пойдемте», — сказал Дирк девушке. Он на мгновение задержался перед номерами триста два и триста три. Неизвестно, зачем пальцем провел по двери сначала одного номера, потом другого. Девушка отомкнула номер триста четыре. Дирк огляделся. Было видно, что в номере жила какая-то очень неаккуратная парочка. Стулья стояли неловко и нелепо, как будто бы за этим столом сидели четверо, то ли играли в карты, то ли выпивали, а потом вдруг поссорились, повскакали с места и исчезли. Такой был вид у этих стульев, отодвинутых, даже оттолкнутых от стола. Один стул и вовсе лежал на спинке. Дирк увидел, что к ножкам стула приделаны войлочные нашлепки, а на эти нашлепки налипли клочья пыли и волос. «Неважнецкая здесь уборка», — решил Дирк и подумал, — сказать ей об этом. Может, хоть тут она обидится, покраснеет, рассердится. Нет, она просто ответит, — извините, сударь, и делу конец не надо. Смежная комната была спальня. На кровати комом лежало одеяло, одна подушка отшвырнута в угол, другая стояла на попа, на обеих тумбочках, пустые пивные бутылки и вскрытые пачки с чипсами. «Молодежь?» — спросил он у девушки. «Не знаю», — она пожала плечами. «Хотите выйти на балкон?» «Да нет, не надо. Вы были правы смешно смотреть на это роскошество полувековой давности. Мой номер лучше». «Вы просто умницы. Большое спасибо». «А вы из России?» «Да». «Давно ли?» «Уже шестой год». «Вероятно, уже получили паспорт, в смысле гражданство». «Ах, извините, подданство. Хотя никакой разницы, да?» «Нет», — сказала она. «Жду пока только временный вид на жительство». «Но хоть продлевают легко?» «Нормально». «Простите, еще хотел спросить, — начал он, пока они спускались по лестнице. «А в королевском номере, он же президентский, кто живет?» «Это вы про семикомнатный апартамент?» «Его еще года четыре назад, я как раз это помню, разделили на два трехкомнатных. Один королевский, другой президентский». И она вдруг засмеялась, громко, искренне показывая зубы и морща нос. «Что такое?» — спросил Дирк. «Вам смешно, а я не понял». «Так, ничего, извините». И она перестала смеяться, как будто ее выключили. Дирк с разгона подумал, вернее, произнес в уме что-то вроде «загадочная русская душа», но тут же сказал сам себе, что это банальные и пошлые слова. Вернулся в свой номер, разложил чемодан. Собственно, раскладывать ничего не надо было. Запасная пара туфель на случай внезапного дождя, которые здесь случались регулярно. Две чистые сорочки, одна на вечер, другая на завтра. Смена белья, ночная фуфайка и теплые ночные носки. Вот и все. Можно было оставить вещи в открытом чемодане, но Дирк вытащил сорочки и развесил на плечики, а запасные туфли поставил на коврик возле входной двери. Спрятал носки и фуфайку под подушку. Белье, трусы и майку положил на полку в комоде. «Им, наверное, очень одинок», — подумал Дирк. «Но с другой-то стороны, они все-таки вдвоем, трусы и майка. Они вдвоем, им весело. Две сорочки, они тоже вдвоем, им тоже весело. И носкам под подушкой в компании фуфайки весело, не говоря уже о туфлях, которых пара. А вот я один, как чемодан». Фу, как банально и как пошло. Он еще раз прошелся по номеру. Заняться было решительно нечем. Не Библию же читать, которая по всем правилам должна лежать в выдвижном ящике тумбочки. На всякий случай он проверил. Так и есть, лежит. Дар Гедеоновых братьев. На письменном столе рядом с папкой, в которой перечислялись всевозможные услуги отеля, телефоны, достопримечательности и ресторанное меню, лежал еще какой-то красивый глянцевый буклет. Даже не буклет, а целая книжечка. Дирк присел за стол, взял ее в руки, взглянул на обложку и увидел на ней свое лицо. Увидел себя тридцать лет назад, но в стариковском гриме, при этом не похожего на себя сегодняшнего старика. И надпись «В последний раз». Ах, вот оно что! Оказывается, они и гордятся этим. Оказывается, они рассказывают всем постояльцам, что именно здесь, в Гранд-отеле, тридцать лет назад снимался один из самых знаменитых фильмов двадцатого века. Великий фильм великого Анджела Рассеньоли под названием «В последний раз». Фильм, который получил несчетное количество премий и призов на всех мировых фестивалях. Венецианского «Золотого льва», Аканскую пальмовую ветвь, Берлинского серебряного медведя, Специальный приз московского фестиваля. И даже представьте себе два Оскара за режиссуру и за лучшую мужскую роль. Это был один из самых необычных фильмов в истории кино. Поразительные сочетания художественности и документальности прочитал Дирк в буклете. Дело в том, что фильм был создан по заказу крупнейшего промышленника, миллиардера, главного акционера компании Якобсен, самого Ханса Якобсена. Старик Якобсен рассказывалось в буклете, когда ему исполнилось 70 лет, пожелал снять фильм о самом себе. Точнее, не о самом себе, не о своей длинной жизни, на это не хватило бы никакого сериала, а о том, как он прощается с жизнью, с молодостью, с энергией и счастьем. Фильм о том, как некий миллиардер Якобсен, то есть он сам решил напоследок устроить праздник, пир, концерт и фестиваль для всех своих друзей. Для знаменитых музыкантов, актеров, банкиров, художников, промышленников, ученых, кого только хотите, для всех тех, кого он знал и любил, с кем общался за годы своей жизни. Он пригласил этих людей и попросил каждого сыграть самого себя в этом фильме прощание, сценарий для которого будет писать знаменитый Роберт Виндхаус, а снимать величайший Анджело Россиньоли. Его отговаривали, его убеждали, что вряд ли Патриция Кинси захочет играть саму себя, и вряд ли Дюпон VI приедет из Соединенных Штатов для того, чтобы сыграть в крохотном эпизоде. Но старик был упорен. Он писал письма, уговаривал, кому-то сулил деньги, кому-то обещал выстроить музыкальную школу его имени, а кого-то просто по-стариковски умолял. В результате съехались все. Да не почти все, а именно все, кроме тех, кто уже скончался, разумеется. Получились самые интересные в мире титры. Там было написано «В роли Маргарет Суини» «Маргарет Суини». В роли Джейсона Маунтвернера «Джейсон Маунтвернер». В роли Менахема Липкина «Менахем Липкин». В роли Альбертина Райт «Альбертина Райт». И так далее. Злые языки утверждали, но этого уже не было в буклете. Это Дирк знал сам, что сумасшедший успех фильма в последний раз был связан именно с этим. Не с невероятной режиссурой, не с потрясающим сценарием, и даже не с какой-то особой мыслью, месседжем, как принято нынче говорить. Месседж был самый обыкновенный. Все кончается. На смену сильной зрелости приходит печальная старость. Деревья шумят, а мы умираем, а потом умирают и деревья. Какая пошлость и банальность, повторим уже в третий раз. Завистники говорили, что успех фильма состоялся именно благодаря этой неординарной затее собрать три десятка знаменитостей, богачей, политиков, персонажей светской хроники и заставить их изображать самих себя. Но завистники, конечно же, были неправы, хотя для рядовых зрителей такие имена на афише значили очень много. Однако, даже если так, в затее этой как раз и проявился могучий предпринимательский гений Ханса Якобсена. Чтобы достичь успеха, он в начале своей карьеры стал делать солдатские ранцы и снабжать ими армии всех воюющих стран. Настолько хорошие ранцы, что у него их одновременно покупали противники. Так и здесь. Он сумел дать такую коммерчески удачную и одновременно художественную идею, потому что ее художественность заключалась именно в неприкрытой, искренней и откровенной, отчасти даже простодушной, подлинности. Зачем брать какого-то скрипача, работать с ним как с актером, а потом под его беспомощное пиликанье, подкладывать фонограмму Менахема Липкина? Пускай сам Менахем Липкина сыграет. Зачем заставлять актера из последних сил изображать Джейсона Маунтвернера, перед тем, изучив нравы миллиардеров, прочитав биографию Маунтвернера, отсмотрев кусочки кинохроники, где он мимоходом запечатлен. Зачем? Пускай сам Джейсон покажет, как он умеет резать стейк, вытирать губы салфеткой и обращаться к своему соседу, известному режиссеру, фильм которого он когда-то финансировал. Но вот в роли самого себя Якобсен хотел увидеть актера. Искали его не меньше года. Якобсен лично пересмотрел несколько фильмов, проконсультировался с продюсерами и, кажется, подобрал на роль Человек-пять стариков. Больше всего ему нравился Орсен Уэллс. Однако маэстро Росиньоли настоял на том, что актер должен быть молод. Ну, не совсем, не 25 лет, но не меньше 36, а лучше всего 40-42. Почему? Удивился Якобсен. По двум причинам, объяснил Росиньоли. Это был жирный итальянец с наглым лицом и жалобными масляными глазами. Якобсен с молодости любил его фильмы. Росиньоли был ненамного его моложе, кстати говоря. Якобсен помнил, как после премьеры одного из фильмов это была знаменитая «Аллея». Он нарочно отпустил шофера и пешком возвращался из кинотеатра, шел, куда глаза глядят, заплутал, вышел в порт, долго пил пиво в каком-то странном месте и потом часа два окольными путями добирался до дома. Шел, глотая слезы. Он видел фотографии Росиньоли, но ему и в голову не приходило, что этот великий художник такой шумный и отчасти сальный весельчак. Возможно, подумал мудрый Ханс Якобсен, все дело в географии. Когда-то он читал, что для скандинавских психиатров итальянцы, особенно уроженцы юга, это просто клинические психопаты, крикливые, вспыльчивые, громогласные, машущие руками и брыжжущие слюной. А для итальянских психиатров самые нормальные жители скандинавских стран, это люди, страдающие клинической депрессией, молчаливые, робкие, задумчивые, с неподвижными лицами и глазами, устремленными вовнутрь себя. Вспомнив об этом, Якобсен сумел таки перебороть свою внезапную антипатию к сеньору Росиньоли и полностью заместить ее восторгом перед Росиньоли художником. Старик, говорил Анджело Росиньоли, это человек с окостеневшим внутренним миром. Он прожил уже слишком долго, у него были свои радости и страдания, свои трагедии, удивили. Росиньоли говорил красиво с итальянскими заворотами и экиоками. Он успел побыть и печальным пьерой, веселым Труфальдино и умником Тартальей. В нем осуществились Нерон и Сенека. Он уже проиграл эти роли в собственной жизни и все эти страдания, восторги и слезы слепились в нем в плотную, ничем не разрушаемую мозаику его личности. Поэтому он будет играть самого себя. Но где мы найдем человека, жизнь которого полностью бы соответствовала вашей господин Якобсен, вопрошал режиссер, а даже если и найдем, это будет лишь поверхностная схожесть. Вот первая причина, по которой я хочу взять сравнительно молодого актера, но не слишком. Он поднимал палец. Двадцатипятилетний и даже тридцатилетний актер, хотя ему кажется, что он многое пережил и перечувствовал, на самом деле все-таки еще чистая дощечка. Мы могли бы нарисовать на этой чистой дощечке вашу жизнь, но это потребовало бы слишком много времени и сил и от меня, и от актера. Я побаиваюсь, что капли пота, пролитые этим актером во время освоения роли, будут просачиваться сквозь едва заметные щели в образе, и это непременно увидят зрители. А вот сорок лет это человек, который уже состоялся и оформился, но еще не завершился. Его жизнь, его мысли, его страдания и чувства это своего рода подмалевок, на котором мы будем писать образ Ханса Якобсена. Но вам, господин Якобсен, разумеется, потребуется провести с ним немало дней, ответить на его вопросы, да и просто искренне рассказать о себе. Вы готовы? Готов. И Якобсен вроде бы шутя добавил, «Я уже вложил в подготовку фирма несколько миллионов, да и вам заплатил существенный аванс, не бросать же на полдороги». Рассеньоли, понимающий, улыбнулся и кивнул, хотя видно было, что эти слова не доставили ему большого удовольствия, тем более, что аванс был меньше, чем он предполагал. Но с другой стороны, точно так же подумал Рассеньоли, не бросать же на полдороги, аванс-то получен и затея интересна. «То же будет меня играть?» спросил Якобсен. «Некий Дирк фон Зандов». Первый раз слышу. «Две недели назад, когда мне назвали имя этого актера, я сказал то же самое», пояснил режиссер. «Меня уговорили съездить во Фрайбург, где он играет в местном театре. Я не пожалел». «Кого же он там играл?» «Ашенбаха», сказал режиссер. «Они там сделали инсценировку смерти в Венеции Томаса Манна». И осторожно спросил, «Слышали?» «Прекрасно помню», брезгливо поморщился Якобсен. «Читал омерзительный рассказ. Всегда уважал Томаса Манна как мыслителя и гуманиста. Не думал, что он способен написать такое. Пожилой педераст влюбляется в польского мальчика. Какая гадость». «Тем не менее», пожал плечами Рассеньоли. «Сам-то он не педераст», забеспокоился Якобсен. «Никоим образом. Нормальный мужчина средних лет. Женат, дети», продолжал интересоваться Якобсен. «Нет, ну вот, видите, есть постоянные любовницы, точнее говоря, так, у него всегда есть любовница. Я о нем много расспрашивал, иногда даже две или три женщины одновременно. Нормальный, активный мужчина». «Точно, педераст», задумчиво проговорил Якобсен. «Я читал психологическую литературу. Так вышло, что мне пришлось это читать. «Мужчина, которая не может создать семью, установить прочные связи с женщиной, это скрытый бессознательный педераст, даже если он никогда не...» И тут он выразился очень грубо и по-народному. «Простите, маэстро». «Ну, а если даже так, то какая нам разница?» «Ну, что ж», вздохнул Якобсен, «На меня-то хоть похож отчасти», сказал Росиньоле, «но он ведь не должен быть вашей точной восковой копией. В фильме должна быть небольшая загадка, должен быть простор для воображения. Если бы этой задачи не было, если бы задача была просто сделать какое-то, как нынче говорят, реальное шоу, я бы на коленях просил вас сыграть самого себя». «Я бы все равно не согласился». «Вы меня не знаете», расхохотался Росиньоле, «и не такие их уговаривал». «Ах, надеюсь, что вы на меня не обиделись». «Ничуть», сказал Якобсен. «Я люблю общаться с людьми искусства и знаю, что чем гениальнее человек, тем он слабее по части этикета. А вы на меня не обиделись». Вместо ответа Росиньоле захохотал еще громче и сообщил, что актер приедет в любой удобный день. Разговор шел в поместье Якобсена. Дирк фон Зандов работать над ролью приехал именно сюда. Желание стать военным оказалось не последним в цепи эксцентричных желаний Ханса Якобсена. До того, как он окончательно поставил крест на своих подростковых мечтаниях и стал делать солдатские ранцы, у него была еще одна фантазия. «Пожалуй, вы правы», сказал он как-то за обедом родителям, уже после того, как вылечил ногу и остался слегка прихрамывающим юношей пятнадцати лет. «И дядя тоже прав». «Тем более, что такой случай», он пошевелил ногой. «Я бы хотел стать священникам вот что, посвятить себя церкви». Родители переглянулись, но промолчали. Это немножко обидело Ханса. Он сразу понял, что родители опять против. По их выражению лиц понял. По вот этой необычной атмосфере молчания, которая вдруг возникла за столом. Отец, как ни в чем не бывало, попросил маму подложить ему картофельного салата, а мама спросила отца, не хочет ли он немножко сметаны. Больше к этому вопросу они не возвращались. Но однажды, во время прогулки, когда отец ушел к берегу озера и стал там возиться с удочками, которые он поставил с вечера, мама села на скамейку, пригласила Ханса сесть рядом и сказала ему, да, служение Богу это великое призвание, я была бы очень рада, если бы ты и стал священником. Скажи мне, пожалуйста, сынок, вот что, кем бы не хотел стать человек, он всегда планирует свое будущее, представляет себя через пять, десять, двадцать лет, если человек хочет стать художником, он представляет себя на выставке своих работ или за мольбертом, когда ему позирует какая-нибудь красавица, а как ты видишь себя священником, вот так, с картинкой, чтобы я могла представить. Очень просто, вообрази, церковь, много народу, горят свечки, я выхожу и читаю проповедь, потом ко мне, приходят люди, рассказывают о своих делах, каются в грехах, и я отпускаю им грехи, даю разные жизненные советы. И вот так всю жизнь, спросила мама, в какой-нибудь маленькой сельской церквушке. Ну, отчего же всю жизнь в сельской, ответил Ханс. Сначала после духовной семинарии в сельской, наверное, или вообще на каком-нибудь рыбацком судне, говорят, на больших рыболовных судах есть священники, я точно не знаю, надо узнать, ну, допустим, сначала с рыбаками, затем с крестьянами, но я буду хорошим священником. О моих проповедях люди будут рассказывать друг другу, а потом меня могут перевести настоятелем храма в какой-нибудь небольшой городок, потом в город и побольше, а годам к тридцати пяти, быть может, я стану настоятелем одной из столичных церквей. А дальше? спросила мама. А дальше чем черт не шутит? Ничего себе выражение, перебила его мама. Мечтаешь быть священником, а карьеру хочешь строить при помощи черта? Не годится. Ну, что ты, мама, это просто так говорят для смеха, просто такое выражение? Тебе придется поработать над собой, очистить свой язык от таких выражений. Священник не должен на каждом шагу поминать черта, как ты это любишь. Но ничего, надеюсь, ты с этим справишься. А дальше? Надо говорить, ничем черт не шутит, а с Божьей помощью. Так что там дальше с Божьей помощью, а дальше с Божьей помощью стану епископом. Епископом? Мама всплеснула руками. И как ты представляешь себя в роли епископа? Большой столичный храм, возможно, даже кафедральный собор, с упоением заговорил Ханс какой-нибудь большой праздник, Рождество или Пасха, яблоку негде упасть. И вот выхожу я в золотом облачении, я взмахиваю рукой, начинает играть органы, петь хор, все преклоняют колено, я начинаю молитву, и все повторяют за мной. Я взмахиваю рукой еще раз, хор умолкает, я иду к кафедре, взбираюсь на нее по винтовой лестнице, знаешь, мама, там сбоку у колонны такое приспособление, похожее на золотую бочку с балдахином, оттуда епископ читает свою проповедь. Знаю, знаю, все знают, ну и дальше? Дальше я громко читаю проповедь, и все эти люди, пятьсот человек, а то и тысяча, слушают меня, благоговейно внимают моему слову. Потом я схожу с кафедры, все благодарят меня, я раздаю причастие. Жизнь епископа это не только богослужение, обронила мама. Мне это прекрасно известно, согласился Ханс. Еще я принимаю священников, подписываю разные документы, кого-то назначаю, а кого-то и снимаю с должности. Меня все уважают, меня все любят. Священники целуют мне руку, не говоря уже о простых прихожанах. Если они встречают меня на улице, они склоняются к моей руке, а я благословляю их, осеняю их крестным знамением. Замечательно, сказала мама. Кажется, теперь я поняла, почему ты хотел пойти в армию. Ну и почему? Подозрительно спросил Ханс. Он никак не мог найти связи между двумя этими желаниями. А вот подумай сам. Ты же очень умный мальчик и сын таких умных родителей. Ты должен догадаться сам. В армию идут, чтобы служить нации и королю. В священники идут, чтобы служить Богу и народу. Но ты и туда и туда хочешь идти совсем не за этим. Мама говорила с непривычной строгостью, будто выговаривала взрослому человеку, а не пятнадцатилетнему мальчику. Так зачем же? спросил Ханс. «Действительно, зачем?» спросила мама и, помолчав, продолжила. «Дорогой Ханс, я хочу задать тебе еще один вопрос. Возможно, тебе покажется странным, что этот вопрос мать задает своему сыну подростку. Уже два года, примерно раз в месяц, я получаю письма без обратного адреса, написанные нарочитыми каракулями. Так обычно пишет человек, который хочет скрыть свой почерк. Или пишет левой рукой, хотя на самом деле настоящий правша. Ну, или левша правой, хотя какая тут разница. Чудные письма. Неизвестный поклонник, называя меня на «ты», пишет мне, как я прекрасна, как я изящна и мила, и как он в меня влюблен. Я бы не назвала эти письма слишком дерзкими, в них нет никакой непристойности, нет рискованных комплиментов, и это тем более странно. Особенно же удивительно, что это письма без марки. Мой загадочный поклонник доставляет их в почтовый ящик напрямую, очевидно, он пешком бежит со станции. Может быть, это молочник или зеленщик? Как ты думаешь? Не знаю, мрачно произнес Ханс, и вдруг грубовато спросил, чему ты мне это рассказываешь? Разве прилично, чтобы мать рассказывала сыну такие подробности своей интимной жизни? Ты папе об этом рассказала? Мать засмеялась. Конечно, рассказала, мой милый маленький моралист. Вот мы с папой и гадаем, что это за странность. Какая интимная жизнь, бог с тобою. Какой-то, судя по почерку, не очень грамотный и не слишком умный обитатель здешних мест. Может, действительно, молочник или мясник или угольщик, да мало ли народу приходят сюда по разным надобностям, а может, кто-нибудь из слуг, садовник, конюх. «Понятия не имею», буркнул Ханс. «Если тебе что-нибудь придет в голову, попросила мать, немедленно мне сообщи. Видишь ли, эти письма не так уж мне докучают, это забавно и не более того, но все-таки в этом есть что-то неправильное, ненужное. Лучше бы их не было». «При чем тут я?» вскинулся Ханс. «Ты, конечно, ни при чем», мать развела руками. «Я только поделилась с тобой своими мыслями и задала тебе вопрос. Вдруг ты, проходя мимо домика нашего садовника, случайно видел, как он выводит эти каракули? Нет, значит, нет. Но ты все-таки подумай». «О чем?» спросил Ханс так громко, что отец, который метров за триста проверял удочки, услышал его голос и обернулся. Ханс увидел фигуру своего отца на фоне серой воды, красивого, стройного, сильного, в высоких сапогах. В руке у него билась серебряная рыбка. «Что?» издалека крикнул отец. «Кого поймал?» крикнул Ханс. «Окунь!» отец помахал рукой, приглашая Ханса подойти поближе. Ханс неторопливо пошел к отцу. «Но ты все-таки подумай», сказала мама ему вслед. Он обернулся и спросил на этот раз почти шепотом «О чем?» «Зачем ты хочешь стать священником?» «А про письма забудь». На следующее утро, едва проснувшись, Ханс понял две вещи. Во-первых, он понял, что имела в виду мама, когда спрашивала об армии и о церкви, потому что ему приснился сон. Ему снилось, будто он служит в церкви, но при этом на нем генеральская форма, а вместо прихожан солдат. И вместо слов церковной службы он говорит что-то вроде «равнясь смирно налево кругом». Страстный человек его мама. Нельзя быть такой умной и проницательной. Она поняла то, в чем Ханс не мог себе признаться и осознал только сейчас после этого нелепого сна. Он просто хочет быть командиром, хочет командовать людьми, безразлично, солдатами или сельскими прихожанами, хочет отдавать приказы, чтобы от него зависели, чтобы заглядывали ему в глаза и говорили «Так точно, господин полковник» или «Да, ваше преподобие», чтоб кланялись, отдавали честь и даже целовали ему руки, руки в белых перчатках и золотых перстнях поверх перчаток, как на старинных картинах, где изображены князья церкви. Конечно, думал он каждый мужчина, даже мужчина 14-15 лет мечтает быть главным, быть командиром, но все равно почему-то было стыдно. Он ведь убеждал себя, что жаждет служить королю или богу, а на самом деле хотел, чтобы ему кланялись и щелкали каблуками. Нет, с такими мыслями нельзя идти ни в армию, ни в церковь, это нечестно. Как жаль, что они не поговорили с мамой раньше, тогда он не делал бы эти изматывающие гимнастические упражнения, не бегал бы на лыжах по холмам и оврагам и не сломал бы ногу. А во-вторых, он понял, что мама догадалась, что эти письма пишет он. Она ужасная женщина. Вместо того, чтобы прямо сказать ему, сыночек, ты что, совсем свихнулся писать своей маме любовные записки. Почитай немного Фрейда и успокойся, ты же умный мальчик, гимназист. Она завела с ним этот издевательский разговор про слабоумного молочника или глупого садовника, который пишет каракулями, как будто бы правша пишет левой. Он действительно писал левой рукой. Она хотела его пристыдить, уничтожить, размазать по стенке, и ей это прекрасно удалось. И с епископом, и с армией, и с этими дурацкими письмами. «Осталось только понять», рассказывал старик Якобсен актеру Дирку фон Зандову, «Осталось только понять, зачем я писал эти письма. Да, моя мама, госпожа Магда Якобсен, была очень красива. Как, впрочем, все мои бабушки и прабабушки, судя по старым фотографиям и картинам, которые висели в нашем поместье, иногда мне казалось, что в этом есть что-то бесчеловечное. «В чем?» не понял Дирк фон Зандов. «Что может быть бесчеловечного в красоте? Красота прекрасна». «В этом, извините за выражение «половом подборе», объяснил старик. Якобсены как будто подбирали себе жен высшего сорта. Лицо, глаза, цвет и пышность волос, рост, фигура. Все должно было соответствовать самым высоким критериям. Возможно, они не умели любить. не знаю, как вы, господин фон Зандов, а я, когда влюблялся, а это случалось много раз в моей жизни, и роковых влюбленностей было не менее трех. Так вот, когда я по-настоящему влюблялся, я совершенно не обращал внимания на такие мелочи, как фигура или форма ногтей на ногах. Я любил эту женщину, ее глаза, ее разговоры, ее мысли, ее чувства ко мне, а вовсе не ее породные стати. Но позвольте, сказал Дирк, позвольте мне побыть адвокатом ваших предков. Вероятно, они вращались в таких кругах, где подавляющее большинство женщин были красавицами. Они просто выбирали среди возможных вариантов, но все эти варианты были одинаково прекрасны. Ах, перестаньте, замахал руками Якобсен. Так не бывает, поверьте мне, старику. Нет такого аристократического салона, нет такого купеческого клуба, где собирались бы одни красавицы. Скорее наоборот, там такие крокодилы плавают. Страшное дело. Однотипные красавицы встречаются в модельных агентствах, но не в модельном же агентстве искал себе невесту мой отец и мой дед. Просто они обращали внимание прежде всего на внешность, на породу. И это мне не нравится. Не нравилось тогда и не нравится теперь. Это, повторяю, бесчеловечно. Но ведь ваша матушка, еще раз возразил Дирк фон Зандов, женщина, как вы сами изволили выразиться, необыкновенного проницательного ума. Случайность, отмахнулся Якобсен. Так отчего же я начал писать эти дурацкие письма? Дело в том, что у меня была сестра. Я не рассказывал вам о ней ранее, потому что в нашем обиходе сестры и вообще девушки считались обузой. Как-то вот так, по-крестьянски. Среди аристократов красивая девушка была своего рода валютой, обменным ресурсом для того, чтобы породниться с такой же или еще более аристократичной семьей. Но мы купцы. Девушке надо подготовить достойное преданное и отдать ее, как говорили в старину, в другую деревню. Вы меня поняли? Ну, отчасти, пожал плечами Дирк фон Зандов. Но девочке при этом обыкновенно давалось неплохое образование. Она ходила в женскую гимназию, она читала книги, ее красиво одевали, учили светским манерам и все это лишь за тем, чтобы в семнадцать, ну, самое большое, в двадцать лет выпихнуть наконец из дома и передать на попечение какому-нибудь богатенькому дураку. Почему же непременно дураку? Статистика, мой милый друг. Американец Томас Джефферсон когда-то сказал, рассуждая о женихах для своей дочки, что по его подсчетам из пятнадцати претендентов четырнадцать полные идиоты. Не думаю, что в наше время и в нашей стране дело обстоит иначе. Так вот, продолжал Якобсен, мою сестру звали Сигарет. Мы с ней были погодки, но родились в один год. Я второго января, удобно, правда, а она двадцать третьего декабря, накануне Рождества. Иногда мне кажется, что моя матушка была умна и в этом. Она решила быстро отвязаться от своего детородного долга, решила, если можно так выразиться, отражаться побыстрее. Когда-то я ее даже спросил, мама, а почему ты родила нас, Сигарет, почти что без перерыва? Ах, Ханс! Якобсен как бы передразнил свою маму. Ах, милый Ханс, я так мечтала о близнецах, а твой папа хотел иметь двоих детей. Ясно же, она мечтала о близнецах, чтобы отстреляться сразу. Сразу не получилось, значит, с минимальным интервалом. Все, двое детей есть. Фу, свободно, наконец. И старик Якобсен засмеялся. Вы хотели рассказать про письма, напомнил Дирк. Ах, да, в один прекрасный день я нашел в кармане своего плаща письмо, написанное вот теми самыми каракулями, которые получаются, когда правша пишет левой. Милый Ханс, прости, что я тебе пишу. Мы не знакомы с тобой. Я видел тебя только издали, и я влюбилась в тебя. Ты такой красивый, такой стройный, и у тебя такие прекрасные русые волосы, и голубые глаза. А какие у тебя руки? Как бы мне хотелось, чтобы этими руками ты взял меня за плечи и заглянул мне в глаза своими прекрасными голубыми глазами. И тому подобное. В целом пристойная девичья чушь. Вы знаете, сначала я подумал, что это дочка молочника. Он иногда приходил с какой-то кургузой девчонкой, которая помогала ему стаскивать бидона с тележки. Она ковыряла в носу и смотрела на меня во все глаза. Как-то я подарил ей шоколадную конфету, и вот как будто в ответ письмо. Вы будете смеяться, господин фон Зандов, но я был так тронут этим письмом, что приготовил целый кулек конфеты вручил их этой девочке, когда она вместе с отцом пришла в следующий раз. Специально побежал к тому входу в дом, где обычно выгружались молочник, мясник и прочая публика. Дал ей кулек с конфетами, и она сказала спасибо, кушаем здоровье, но эти глупости брось. Она захлопала глазами. Какие глупости? И тут я увидел, что ей в лучшем случае десять лет. Ах, простите, барышня, простите бога ради. Повернулся и убежал. Ну, конечно, это была не она. Я сомневаюсь, что она и писать-то умела. Такая малышка. Но даже если бы ей было тринадцать или пятнадцать, как она могла проникнуть в наш дом и в прихожей сунуть письмо в карман моего плаща. Довольно скоро я понял, что эти письма, а их потом пришло еще несколько штук, пишет моя сестрица Сигрет. «Как вы это поняли?» «Да уж, конечно, не с помощью анализа текста», засмеялся Якобсен. Однажды я тихо сидел на верхней ступени лестницы и читал книжку. Свет пробивался сквозь окошко верхней площадки, потом солнце зашло, а я замечтался и продолжал сидеть. И вдруг услышал шаги и увидел, как внизу моя милая сестричка на цыпочках подходит к вешалке и засовывает белый почтовый конверт в карман моего плаща. Мне стало страшно обидно. Я почему-то решил, что они дразнят меня, сестра и мама. Мама не раз говорила мне, Ханс, тебе уже тринадцать, тебе уже четырнадцать лет, а ты все никак ни в кого не влюбишься. На всех вечерах, куда мы тебя вывозим, стоишь в углу, хмуришься, как лесной сыч, ни с кем не танцуешь, не любезничаешь, не здороваешься с девочками за руку, когда они ее протягивают и делают книгсом, а ты что-то бурчишь и не догадываешься, что надо сделать в ответ. Ведешь себя, как маленький дикарь, хотя во всем остальном ты прекрасный, образованный, вежливый, воспитанный мальчик. Я был уверен, что эти кошмарные письма Сигрет пишет под мамину диктовку. Вот и решил отомстить, показать, что я тоже могу написать дурацкое письмо поклонника, только на сей раз не сестре, а мамочке. Пусть ей вернется по спирали то, что она мне послала. И я понял, что сильнее всего на свете хочу убежать из этого дома. От слишком умной и слишком красивой мамы, от бесстыжей сестренки, от такого доброго и демократичного, но при этом совершенно недосягаемого отца. Вот почему я хотел уйти сначала в армию, а потом в церковь. Теперь я понял, на самом деле не для того, чтобы командовать людьми, распоряжаться их телами или душами, а просто чтобы понадежней скрыться, скрыться из этого дома чертовой матери. матери.